А студенты Новгородского университета сегодня на конференции обсуждали, как противостоять вредным привычкам и в частности курению. Все больше молодежи приходит на якобы безопасные электронные сигареты, но их содержимое может навредить ничуть не меньше, чем табак. Эту конференцию по праву можно назвать профилактической. Ее слушатели-первокурсники, докладчики студентов старших курсов. Говорили о том, что актуально, важно и интересно об опасности спальцев и курительных смесей, их влиянии на здоровье. В этом году востребованной стала тема электронных сигарет. Некоторые не считают это курением, полагая, что в них нет никотина. На самом деле, когда постоянно находится вот эта электронная сигарета в действии, скажем, он получает еще большую нагрузку на организм. И третий, вообще тут этот самый момент, это те дополнения и та нагрузка, те ароматизаторы, которые включают те, кто производит эти сигареты. Пугает то, что курильщики готовы выкладывать немалые деньги за это губительное для здоровья удовольствие. Лучше бы соблюдали режим дня, говорит будущий медик Вероника Павлова. Здоровый образ жизни – это не только отсутствие вредных привычек. Важно внимательно относиться ко сну, правильно питаться. Рассчитывать энергетическую ценность продуктов, свой расход и здоровый образ жизни – это на самом деле довольно непросто, это образ жизни. И он требует большой работы. Студенты-медики уверены, придерживаться здорового образа жизни может каждый. Главное – желание. Что касается курения, то важно помнить, что даже одна выкуренная сигарета является фактором развития онкологии. Отсюда важность проведения подобных конференций, ведь они – как игра на опережение. Кристина Масальцева, Евгений Васильев, Новости, Новгородское областное телевидение.